Здравствуйте! Сегодня я хочу дать несколько полезных советов, которые улучшат состояние вашего организма в целом и повысят ваш иммунитет. Начнем мы, конечно же, с воды. Пить воду очень важно и нужно для вашего здоровья. Пить ее необходимо в количестве 30 мл на килограмм веса. Это тот объем чистой воды, которую вы должны выпивать, помимо той жидкости, которую пьете в течение суток. Следующее это наш сон. Сон очень важен для нашего здоровья. Во время сна вырабатывается такой гормон, как мелатонин. Он обладает многими полезными свойствами. Например, мелатонин нормализует гормональный фон, обладает антиоксидантными свойствами, замедляет процессы старения. Поэтому очень важно спать и высыпаться. Пик выработки мелатонина происходит с 23 часов до 4 часов утра. Поэтому в этот период нам необходимо спать. И важный нюанс, нужно спать в полной темноте. Поэтому все гаджеты, телевизоры, все выключаем и ложимся отдыхать. Следующий вопрос это питание. Мы то, что мы едим. Для того, чтобы с нашим организмом все было хорошо, необходимо правильно питаться. Поэтому по возможности постарайтесь исключить фастфуды, острые, жирные, жареные, сладкие газированные напитки. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, зелени, сухофруктам, орехам, морепродуктам. И вы сразу же почувствуете улучшение состояния своего организма. Идем дальше. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на вашу физическую активность. Движение это жизнь. Малоподвижный образ жизни приводит к возникновению застойных явлений в органах малого таза. Как следствие болезненная менструация, как следствие появление дополнительных проблем. Нам это не нужно, поэтому занимаемся спортом. Я не говорю о какой-то серьезной физической нагрузке. Это может быть пешие прогулки вечером. Это может быть йога, танцы. Возможно использование контрастного душа для улучшения кровообращения органов малого таза. Все, что вашей душе будет угодно. Но только двигайтесь, не сидите на одном месте. Следующее, занимаемся укреплением мышц тазового дна. Все знают об этих упражнениях, но не все их делают. Поэтому важно не только знать, но и выполнять. Начинаем уже сегодня. Дальше. Очень важно обращать внимание на ваше здоровье до того, как возникли проблемы какие-то. Поэтому не забываем про профилактические осмотры у врачей. К врачам нужно ходить не только тогда, когда у вас что-то болит, а и на профилактические осмотры. Для того, чтобы врач посмотрел вас, сказал, что с вашим здоровьем все в порядке. И вы пошли с радостью к новым целям, к новым свершениям нужных дел. Я понимаю, что очень сложно выполнить следующий пункт. Я предлагаю вам отказаться от стрессов. Это очень сложно, но стрессы оказывают очень негативное влияние на наш организм. Поэтому постарайтесь как можно больше ограничить себя от негативных эмоций, от стрессов. Не зацикливайтесь на каких-то плохих событиях в вашей жизни. Идите дальше, запоминайте только хорошие события, и ваша жизнь станет легче и лучше. Ведь позитивные эмоции, они нам приносят радость, они больше запоминаются. А негатив оставьте в прошлом, пусть он там и будет. А мы будем идти вперед с поднятой головой и смотреть только с позитивом на жизнь. Я надеюсь, что эти советы были вам полезны. Они не такие сложные. Я думаю, их выполнить просто. И это даст возможность сохранения вашего здоровья, нормализации обменных процессов, улучшения состояния вашего организма. Обращайте внимание на эти маленькие нюансы. Спасибо большое за ваше внимание. Я была рада с вами пообщаться. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите мне их или записывайтесь ко мне на прием. Спасибо за ваше внимание.